Всем привет, с вами Сева Приходько и сегодня у нас на обзоре роутер Archer C80 от компании Topolink и сразу для понимания это роутер среднего ценового сегмента, но в то же время функционал тут огромный и достаточно высокая пропускная способность. Надеюсь, огромный функционал вас сейчас не испугал, как по мне роутер это такая вещь, которую ты покупаешь, просто хочется настроить один раз, поставить потом на стол или повесить на стену и забыть. Поэтому давайте детальнее пробежимся по характеристикам, я поделюсь своими впечатлениями от использования и обязательно поделюсь тестами, которые я на нем делал. Сразу на лицевой стороне коробки Topolink сделали перечень таких основных особенностей, среди которых поддержка Mio Mima, Beamforming, двухдиапазонный тип работы, а также возможная настройка роутера через мобильное приложение, которое мы, кстати, с вами обязательно протестируем и есть еще очень много всего другого. Отдельный стикер информирует нас о том, что есть гарантия на 2 года, что как бы тоже приятно. Сам маршрутизатор выглядит весьма оригинальным и я бы сказал, что достаточно таким компактным. Я не уверен насчет дизайна, потому что лично мне кажется, что в эту рифленую поверхность будет забиваться пыль. Хотя в то же время за счет вот этих вот двух параллельных линий с глянцевым отвеском выглядит он весьма стильно. Тут ничего не скажу. А также, как можете видеть, здесь 4 несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. На лицевой части у нас разместилось 5 пиктограмм и, забегая наперед, их можно, кстати, включать и отключать, чтобы, например, ночью, когда вы спите, они вас не раздражали. Здесь отображается питание, соединение 2,4 и 5 ГГц, активность LAN и, конечно же, интернет. Задний же стороны, помимо этих четырех антенн, которые несъемные, разместилось 4 гигабитных порта LAN и один WAN. И отдельно выведена кнопка, которая нужна, чтобы перезагрузить ваш роутер. Например, вы звоните провайдеру, интернета нет, он говорит, перезагрузите роутер, и чтобы вам не лезть, не искать где-то розетку и вот это все, вы можете просто нажать на кнопку и это максимально удобно. Также тут на задней панели есть сброс параметров и кнопка активации VPS Wi-Fi. Закрепить роутер можно как на стену с помощью двух монтажных отверстий. И вот я вам скажу так, мне было бы максимально удобно, если бы все производители делали одно и то же межосевое расстояние. А то порой вот я недавно менял роутер, отверстие не подходит и у меня уже несколько дырок в стене. Тут, кстати, межосевое кому нужно 162 мм. Ну и кроме того, если вешать вы его там не хотите, то тут есть четыре прорезиненные ножки, так что можно спокойно устанавливать на стол. Но давайте наконец перейдем к его настройке и тестированию. И перед тем как это сделать, я прошу вас поддержать этот обзор лайком и обязательно подпиской. И пожалуйста, не откладывайте это на потом, на конец обзора, забудите. Лучше, ну прям сейчас нажмите, это будет лучшей поддержкой канала, ну и лично мне будет очень приятно. Итак, роутер можно настроить по старинке в веб-интерфейсе, а также доступна настройка с помощью мобильного приложения, как я говорил ранее. Я уже постепенно привыкаю именно ко второму варианту. И скажу честно, мне так нравится гораздо больше, как-то быстрее и удобнее. Но мы с вами обязательно рассмотрим два варианта. Начнем с подключения, как я уже ранее говорил, приложения. Это гораздо удобнее, а потому для начала нам приложение необходимо что сделать? Загрузить. Для того, чтобы это сделать, есть QR-код, который отображается вот здесь вот. Или можно найти приложение в вашем маркете по названию TP-Link Teaser. Показываю, как это пишется. После скачивания обязательно необходимо зарегистрироваться и далее следовать инструкциям на экране, которые здесь указаны. Кстати, отмечу, мне очень понравилось, вернее удобно то, что сеть устанавливается сразу с паролем и пароль можно найти вот на такой бумажке. И здесь тоже есть QR-код для скачивания приложения. В общем, не потеряйтесь. После мы указываем, что именно мы пытаемся настроить. Это у нас маршрутизатор. Выбираем режим. Подключаем устройство. Оно его моментально находит, кстати говоря. И мне кажется, что уже все до такой степени просто и удобно, что с подключением справится даже ребенок. Устанавливаем новый с вами пароль и проводим дальнейшую настройку. Все как можете видеть стильно, удобно и просто. В приложении мы можем следить за тем, кто подключен прямо в данный момент к нашей сети. Можем перенастроить роутер. Есть родительский контроль. Помните, я говорил, что можно управлять индикаторами, то настраивается это все вот здесь. Например, здесь есть ночной режим. Мы можем условно поставить с 22 до 6 утра, чтобы индикаторы не светились и они не будут лишний раз вас раздражать, когда вы там спите. Можно изменить режим работы и прочие настройки. Давайте теперь подключимся к роутеру с помощью веб-интерфейса. Я сейчас возьму ноутбук. И кстати, мне понравилось, что опять-таки есть специальная страница, которая отображается вот здесь, с помощью которой мы переходим и сразу есть все возможные подключения к роутеру. Далее мы с вами вводим по стандарту пароль и переходим к настройке. Беру ноутбук. Итак, здесь мы можем настроить нашу сеть, Wi-Fi, есть абсолютно тот же родительский контроль, можно настроить защиту, IPv6 и изменить прочие системные настройки. Каждая опция у нас разбита на подменю и имеет несколько настроек, что как бы упрощает навигацию. Если вы шарите, то точно найдете все, скажем так, необходимые функции. А если вы не хотите заморачиваться, то, я скажу так, для корректной работы будет достаточно первичной настройки, которую мы с вами сделали. Единственное, что я в любом случае рекомендую сделать, это проверить обновление прошивки, то есть встроенного программного обеспечения. Потому что я когда установил, у меня сразу прилетело новое обновление и я рекомендую их устанавливать. Что по тестам. Тестировал я все с помощью своего смартфона и сразу возле роутера он мне выдавал 586 Мбит на секунду на загрузку и 473 Мбит на отдачу. Важно понимать, что это мои ограничения, которые дает, во-первых, провайдер, ну и сам девайс, в моем случае это был смартфон. Далее я отошел на примерно 15 метров и у меня возникла преграда в виде одной стены. Результаты стали примерно 300 Мбит на загрузку и 300-350 на отдачу. После я отошел на максимальное расстояние, которое я вообще мог отойти. Это было примерно 22 метра и у меня было уже три преграды, в смысле три стены. Загрузка была 6 Мбит на секунду, отдача 31. Что, кстати, очень хороший результат, потому что обычно роутеры там вообще теряют сигнал. И последний тест я делал в 290 Мбит на секунду загрузка, 228 отдача. Это я проводил на расстоянии 10 метров, но с преградой в одну стену. И там стена, наверное, я не знаю, какая-то массивная, потому что обычно там скорость всегда падает в два раза. А здесь роутер выдавал стабильный 290 на загрузку и 228 на отдачу. Точно могу сказать, что тестами я остался доволен и считаю, что это в любом случае оптимальное соотношение цена-качество для такого хорошего маршрутизатора с действительно достойным функционалом. И единственный, наверное, недостаток, а вернее, я бы даже сказал, особенность, которую я обнаружил, это отсутствие USB портов. Хотя, я думаю, что большинство и не заметит вообще этой особенности. И вот если судить вообще по критерию, все сделать, грубо говоря, все настроить, поставить или повесить, и чтобы интернет был по всей квартире, вот он подходит. С вами был Сева Приходько, и если у вас остались какие-либо вопросы или, может, вы наоборот хотите что-то дополнить, то я с удовольствием приглашаю вас пообщаться в комментариях. Не забудьте обязательно поддержать этот обзор лайком, мне будет лично очень приятно и поможете создавать другой для вас интересный контент. А если вы впервые у нас на канале, то обязательно подписывайтесь, впереди еще много всего интересного. Ну и, как всегда, скоро увидимся.